МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздничная феерия на площади завершилась официальным закрытием Ледового городка. 8 января на маленькой сцене состоялось последнее праздничное представление. Официальными гостями по традиции стали Дед Мороз и Снегурочка. Наша съемочная группа вместе с уссурийцами закружилась в новогодней карусели. Центральная площадь Уссуриска стала одним из мест массовых гуляний горожан. Последний день новогодних каникул – кульминация праздника. В 6 часов вечера официально закрыли Ледовый городок. На уличной зимней сцене Дедушка Мороз и Снегурочка выступили в последний раз. Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод. Песней, пляской и весельем встретим с вами! Вместе с седоласым старцем огромная бригада. Все те, кого так любят дети. Красная королева, фиксик, принцесса троллей Розочка и символ года – собака. Да необычная лохматая, а самая умная с упрямым характером по кличке Бетховен. Вот сейчас уже не тяжело зажечь публику, потому что публика уже ждет от нас каких-то замечательных таких творческих подарков. Поэтому мы с удовольствием просто отмечаем тот самый факт, что и детишки, и взрослые люди, они с удовольствием играют во все наши игры. Веселье на площади продолжалось все дни каникул. Ежедневно в 2 часа дня и в 6 вечера проходили театрализованные представления. Программа была рассчитана на самых маленьких жителей города и на тех, кто постарше. Помимо праздничных сборов у сцены, площадь привлекала и другими забавами. Хорошо все продумано и интересно. Показывается все то, что у нас в городе есть, и что проходит у нас, какие люди у нас в городе есть. Интересно все сделано. Мне понравилось в этом году. Ледовые фигурки очень красивые. На ледовых креслах по замыслу скульпторов должен был присутствовать безмолвный вечный зритель. Но зал опустел до начала торжества. Еще до старта праздников одну скульптуру сломали, и ее пришлось убрать с площади. Дети ходили часто. Я первый раз. Красиво, лучше, чем в том году. Понравилось. Что больше всего? Может, понравилось? Горки понравились. Дети катаются на горках. Понравили скульптуру, очень красивые. Интересным и нестандартным ледовый городок признает большинство уссурийцев и гостей города. В этом году дизайнеры и ледорубы постарались на славу. Причем это не только искусно выполненные ледовые скульптуры, но и инсталляции известных мест и даже лица города. Самая главная интрига для любителей ледового городка – что же означает его официальное закрытие. Ледовый городок будет работать до конца января. Но если горожане будут бережно относиться к инсталляциям, ледовым фигурам, которые расположены в ледовом городке, а также горкам и елке. С последним днем большого отдыха завершилась культурная программа на площади. Ледяные скульптуры и четырехполосная горка продолжают украшать центр уссурийска. Насколько праздничная сказка задержится, зависит от самих горожан. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс. С изменений в законодательстве начался новый 2018 год. Например, уже с января страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, а налоговые льготы станет проще получать. Передавать в органы документы не придется. Нужно будет лишь заполнить заявление, в котором необходимо указать реквизиты. Детям, у которых оба родителя неизвестны, будут платить соцпенсию. Это относится к малышам, от которых отказались матери в роддоме, подкидышам и тех, кого нашли на улице. Выплата составит чуть больше 10 тысяч ежемесячно до 18 лет. Примерно такую же сумму по указу президента получат родители из-за первенца. С 1 января в России наложат табу на алкогольные энергетики. Также запрещено продавать и производить алкогольную продукцию, в которой и телового спирта менее 15% от общего объема напитка с тонизирующим веществом. Исключением производства данной продукции для экспорта. Появятся изменения и в ПДД. На электронные полисы ОСАГО будут наносить специальный двухмерный штрих-код, так называемый QR-код. Он поможет быстрее разобраться в стоимости страховки. Водитель во время вынужденной остановки на неосвещенной трассе вне населенного пункта обязан при выходе из машины надеть светоотражающий жилет. Постановление вступает в законную силу через 90 дней. Значит, накидку необходимо приобрести к 12 марта. Также на дорогах появится 70 новых знаков. А бензин и дистопливо подорожают на рубль. Прошла первая рабочая неделя 2018. Практически каждый озадачен вопросом, когда ожидаются следующие длительные выходные. Всего в этом году россияне получат 28 дополнительных дней отдыха. Так, 6 и 7 января, которые совпали с субботой и воскресеньем, перенесут на 9 марта и на 2 мая. Предстоит россиянам в 2018 поработать и в субботу, благодаря чему ожидаются длительные выходные. Рабочими будут субботние дни 28 апреля и 9 июня. Но ближайший продолжительный отдых предстоит в феврале с 23 по 25 число. Далее с 8 по 11 марта, также в этом году в календаре событий, значится еще одна важная дата. 18 марта. В третье воскресенье этого весеннего месяца предстоят выборы президента России. Майские праздники принесут 4 дня отдыха с 29 апреля по 2 мая. 9 приходится на среду, поэтому будет только один выходной. День России предстоит праздновать 3 дня с 10 по 12 июня. А День народного единства с 3 по 5 ноября. В Приморье, как и по всей стране, идет сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах главы государства. Всего для регистрации кандидата необходимо собрать 300 тысяч голосов. В нашем крае работает 200 волонтеров. Они собирают подписи по месту жительства избирателей. Кроме того, открылись общественные пункты сбора во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске. Где можно оставить свой голос, в нашем городе узнавала Ольга Муравьева. Вместе со всей страной начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина и в Уссурийске. Выборы пройдут только 18 марта. Но активная работа ведется уже сейчас. В крупных супермаркетах нашего города третий день работают волонтеры. Их задача – привлечь внимание избирателей к президентской кампании. Здравствуйте. Сегодня у нас проходит сбор подписей в поддержку на движение президента. Прибавите, пожалуйста, свою гражданскую позицию. Для проявления гражданской позиции обязательно наличие паспорта. Прописка должна быть приморской. В бланки впишут всех желающих, достигших совершеннолетия. В основном это люди старшего поколения, предпенсионного возраста. Молодежь, как правило, вообще не хочет проявлять свою гражданскую активную позицию. А я бы очень хотела, чтобы люди молодого возраста, особенно кому исполнилось 18 лет, активно проявили свою гражданскую позицию. И не важно, за кого они дадут этот голос. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей по всей стране. Сдать подписные листы. В ЦИК России кандидаты должны до 31 января. Для того, чтобы провести свою гражданскую активность, нужно принести с собой паспорт гражданина Российской Федерации, прийти в одну из трех точек, это Самбери, кинотеатр России или Фрэш-25, подойти на пикет и отдать свою подпись в поддержку Владимира Владимира Путина. С каждого региона страны допустимо собрать не более 7,5 тысяч подписей. За первые два дня работы в Приморье волонтеры набрали уже более 2 тысяч. Далее предстоит процедура проверки бланков. И только после этого состоится регистрация кандидатов в президенты. Затем стартует предвыборная гонка. Своё мнение такое. Каждый имеет его своё и каждый должен своё сказать слово. Определить самого достойного кандидата в президенты россияне смогут 18 марта. А пока у каждого есть возможность повлиять на состав участников избирательной гонки. Оставить свою подпись за кандидата в Уссурийске можно в трёх местах. В кинотеатре «Россия», в супермаркетах «Фрэш-24» на Некрасово и Самбери на Краснознамённой. Пункты работают с 12 дня до 7 вечера. Ольга Муравьёва, Антон Войцеховский, Телемикс. Региональный материнский капитал за третьего ребёнка, проиндексированный, теперь составляет 169 тысяч рублей. На выплату в бюджете Приморского края на этот год запланировано почти полмиллиарда рублей. Напомним, средства родители могут направить на расширение жилья, ремонтные работы, на медицинские и образовательные услуги. Также разрешено использовать региональную выплату на нужды семей с детьми-инвалидами. В прошлом году такие сертификаты получили более трёх тысяч приморских семей. Внесён ряд значимых дополнений и в федеральный маткапитал. Во-первых, срок действия программы продлён на 4 года. Во-вторых, родители теперь могут тратить деньги на дошкольное образование, не дожидаясь трёхлетия ребёнка. И самое важное дополнение. Семьи, в которых с 1 января этого года появится второй ребёнок, смогут получать ежемесячную выплату из средств маткапитала. Но только при условии суммарного низкого дохода. Для края эта сумма на семью из четырёх человек установлена в 79 тысяч рублей. Ежемесячное пособие при этом будет составлять около 20 тысяч. Роуминг отменят в России в 2018-м. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что изменения планируются в первом полугодии. Данный вопрос хотели решить ещё в 2017-м. Однако на то, чтобы привести всё к единообразной системе и сменить тарифные планы, потребовалось больше времени. Глава Минкомсвязи сообщил, что многие абоненты уже пользуются тарифными планами, в которых значительно снизились цены на внутрисетевой или национальный роуминг. Николай Никифоров отметил, цитата, «Мы считаем, что не требуется принятие каких-то законов, которые запрещали бы отдельные понятия, как роуминг и другие виды услуг». Конец цитаты. Уже в ближайший месяц операторы связи планируют значительные изменения в тарифных планах. Благодаря этому пользователи смогут ощутить снижение цен в роуминге. В зависимости от дальности поездки абонента стоимость может снизиться в 2-3 раза и более. Четыре индивидуальных вместо одного общего. Наша страна идет к раздельному сбору мусора. В последний день 2017 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Пока инициатива только на бумаге. Но тема уже вызывает интерес граждан. Наш корреспондент постарался выяснить, насколько усуриск готов к новым стандартам. Мусорные контейнеры на железнодорожном вокзале отличаются от других по городу. Уже больше двух лет отходы в здании и на перу не собирают раздельно. Так компания РЖД старается приучить жителей к порядку. Скоро это станет обязательным для всех. Президент подписал закон о раздельном сборе мусора. Пока не все гладко. В отделе для бумаги мы заметили жестяные банки и пластиковые стаканы. Но большинство посетителей вокзала обращает внимание на подписи контейнеров. Это первые шаги от нашей организации. То есть мы собираем раздельный мусор. И мы надеемся, что в будущем нам уже помогут и будут машины, которые это все будут вывозить отдельно. Также большие контейнера будут для каждого мусора. Пока все отходы в итоге попадают в одну машину и затем на свалку. Здесь мусор сортируют, но сталкиваются с проблемой. Что с ним делать дальше? Мусористки на вторичную переработку принимают только металл и бумагу. Остальное сырье пока не получает новую жизнь и просто оседает в земле. Даже если этот вопрос будет решен с реализацией, кто будет финансировать эту программу? Потому что любой лишний подъезд машины к дому должен кто-то финансировать. Если это ляжет на плечи жильцов, они скажут, да нам какая разница, он будет закопан или нет. Они не будут сортировать. Вопрос актуальный. Ведь в случае раздельного сбора мусора к каждому дому должна приезжать не одна, а сразу несколько машин. А это дополнительная проблема для специалистов и жителей. Но пока уссурицы с одобрением приняли новый закон. Завод там переделал, ставить перерабатывающих весь утиль или какие-то меры принимать. И ставить эти емкости для распределения мусора. Стекло отдельно, пластик отдельно, все отдельно. Я за это. Так и должно быть, в принципе-то. А не складывать все в одну кучу. Мы так землю засоряем. Распределять это не проблема, а вот повышение цен не хотелось бы. С момента принятия закона прошло меньше двух недель. Изменений пока незаметно. Только время покажет, насколько удобным, полезным и выгодным станет нововведение. Анна Клыга, Илья Аманатов и Антон Войцеховский. Телемикс. Вандализм в ледовом городке. На этой неделе ночью на центральной площади поломали две пластиковые фигуры и повредили ледяную скульптуру. Виновники тут же были задержаны. Видеонаблюдение полиция ведет. Круглосуточно. О том, что еще день назад на этом месте была пластиковая фигура волонтера, теперь говорит только прямоугольник в снегу. Сегодня ночью трое несовершеннолетних порезвились в ледовом городке. Хулиганов сразу поймали. К слову, это не первый случай вредительства. По задумке скульпторов на этом месте должна сидеть не я, а ледяной зритель. Но один из гостей площади решил иначе. Еще до Нового года фигура лишилась головы. И теперь скульптура неполная. От всей композиции остались только кресла. Сегодняшней ночью отломали один из подлокотников. Что двигало хулиганами, теперь предстоит выяснить правоохранителям. В какой бы точке ледового городка не произошло преступление, нарушителя все равно найдут. За площадью круглосуточно наблюдают полицейские. И каждый посетитель так или иначе оказывается под прицелами видеокамер. Укрыться от цифрового ока почти невозможно. Камеры установлены на ближайших зданиях и даже на главном телевизоре города. Особое внимание уделяют людным местам. Если полицейские видят неладное, тут же направляются в городок. 30 секунд и наряд на месте. Как выяснилось, не всегда урон скульптурам наносят специально. Нередко фигуры ломают в процессе фотографирования. Бывает и сами садятся, и детей на эти фигурки садят. Вообще, конечно, такое делать нельзя. Поэтому, если замечены люди, то, конечно, они сразу будут задержаны. И все для выяснения разбирательства дальше. Уследить за всеми гостями ледового городка во время праздников полицейским помогали сотрудники других служб. Люди в форме и в штатском постоянно мониторили ситуацию на площади. Администрация поставила забор вокруг некоторых скульптур. Но и такое усиление не помогло. Ледяные и пластиковые жертвы были. Мы спросили у посетителей городка, что смогло бы остановить вандалов. Надо, чтобы тут охранников установили. Вот и все, просто следили, чтобы и все. Я думаю, это только воспитание от родителей зависит. Как родители воспитали, чтобы они бережно относились. Это зависит от родителей. Вот так ограждать, ну, всякими заборчиками. И все. Это помогает? Да. Ну, он же не ломает никто. А вот эту сломали. Та человек был. Полицейские рассказали, вандалов уже нашли. Всем нарушителям грозит наказание. От штрафа до лишения свободы. В зависимости от возраста и вреда скульптурам. Ледовый городок простоит до конца января, говорят в администрации. При условии, что горожане бережно будут относиться к объектам на площади. Пока жители не оправдывают ожиданий. Уссурийский клуб фотографов отметил год со дня своего официального образования. День рождения встретили выставкой работ. На суд зрителей свои труды представили 26 членов фотосообщества. В этом зале любители одного дела – красивого кадра. Выбор фотографий на эту выставку шел долго и скрупулезно. В итоге 78 работ представлены на суд зрителей. Это вторая выставка фотоклуба в Уссурийский за год работы. Но снимки наших авторов уже не единожды успели побывать за границей. Мы дружим несколькими китайскими фотоклубами, причем очень хорошо дружим. И выставлялись уже и в Сойфенхене несколько раз, и выставлялись в Харбине, выставлялись. Ну, в Дунине в рамках, наш клуб участвовал в рамках между городов, культурный обмен. Определенной тематики на этой выставке нет. В экспозицию попали самые достойные снимки. Здесь и портреты, и природа, и виды города. В каждом снимке частичка души автора. Фотографы себя сравнивают с охотниками. Они также часами могут ожидать удачного кадра. Кадр, который тебе понравился сегодня, если ты на него посмотришь через два дня, вызывает столько собственных нареканий, столько недостатков в нем обнаруживаешь. И понимаешь, что делать надо было иначе. Такие выставки – это своего рода проверка таланта для каждого. Как правило, первый критик – сам автор, второй – родные друзья. Ну, а уж самый беспристрастный – сторонний зритель. Как признает Виктор Никаноров, несколько удачных выстрелов он сделал здесь, уловив эмоции от своих снимков, да и от чужих тоже. Я на выставке второй раз нахожусь. Фотографии очень впечатлительные и, конечно, несут очень много во мне эмоций, чтобы в дальнейшем мне бы как-нибудь повторить такие же фотографии. Мне больше всего понравилась фотография Павла Высоцкого «Моря». Мальчик на заднем палике. В плане, который, по-старше, который был в очках, счастлив был, веселый. Лучшая награда для авторов – признание зрителей. Не так давно прошла дальневосточная фотовыставка во Владивостоке. Там были представлены и уссуристские авторы. Некоторые снимки удивили иностранных гостей. И, вероятнее всего, попадут на выставку в Пекин. Авторов, прославившихся кадров, организаторы пока держат в секрете. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. От рождественской звезды до крещенской воды. Время святок. В этот период принято гадать. Девушки пытаются узнать имя своего суженного. Ищут ответы у духов, знаков свечного воска и прислушиваются к звону колеца «Хрусталь». Мы решили испробовать некоторые способы гадания. Анастасия готовится переехать в большой город. Перед переменами в жизни девушка решила проверить несколько методов гадания. Проводить такие обряды принято в тишине и без посторонних. Но мы, девушки 21 века, решили сесть в укромном уголке кафе. Нашли виды гаданий в интернете. Первым испробовали воск. Попросили тарелку с холодной водой и зажгли подготовленную свечу. Перевернули. Начинает проглядываться фигура. Выясняем, на что похоже и что это значит. На взгляд нашей героини – это белка. Белка означает, что мне всегда нужно иметь стратегический запас домашних заготовок. Будь то продукты в холодильнике или заранее припасенные на все случаи фразы. Делайте свои запасы подобно тому, как в настоящей белке запасаются орехами на зиму. Я готовлюсь к переезду в ближайшее время. И это мне знак, что нужно иметь запас прочности, запас продуктов, запас фраз. Консервы. Заказали кофе в турке и погадали на гуще. Настя допила из чашки и перевернула ее на блюдце. Здесь все оказалось сложнее. Изучить нужно самую большую часть кофейной гуще. После долгих просмотров и верчений нашли. Мне кажется, у меня получилась лошадь. Судя по значению, меня где-то ждет возлюбленный, видимо, в моей поездке. На лошади на белом коне. Может быть. Третий метод гадания с простыми подручными средствами – нож и бумага. На листочках написали разные варианты ответов на будущий вопрос. Да, нет, возможно. Письмо издалека, нежданный гость, дорога, бойтесь сложных друзей и так далее. Разложили вокруг кухонного прибора. Крутить нож нужно трижды. Какой-то из ответов будет основным, а два – дополнительными. У Анастасии выпало – нужно потерпеть, успех в делах и долгожданное письмо. В целом, гаданием девушка довольна. Зацикливаться на этом не нужно, потому что все-таки это может быть как мотивация к действию, но ни в коем случае ничего не предвещает, если человек не будет сам заниматься собой и своим будущим, то гадание – это всего лишь гадание. Святочные гадания проходят с 7 по 19 января. Методов масса. В зеркале или во сне можно увидеть образ жениха. Кольцо и шерстяная нить подскажут пол будущего ребенка. А карты могут дать ответ на все волнующие вопросы. Однако выяснение будущего не приносит счастья, говорит церковь. У каждого есть свой выбор – верить или нет. Упавшей звезде вслед тихонько шикните желание. И счастьем прошу вас, вы не упустите свидание. Вяжите узлы и носите с собой обереги. Гадайте, желайте, ищите, а главное – верьте. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс. Гадание на возлюбленного, здоровье и богатство. Если вы не успели погадать в ночь на Рождество, у вас в распоряжении будет еще неделя, когда можно провести святочные гадания. Наш корреспондент узнал, какие обряды известны уссурийцам. Собираются девчата, садятся вокруг, петуха берут, ставят блюдце с водой, блюдце с пшеном или с пшеницей. И вот он тут ходит. И вот он куда клюнет в воду, ага, значит у тебя будет муж пьяница. Значит зерно, значит хозяйственное. Мы там ходили, башмак кидали куда-то. Там надо было кидать башмак, я уже точно не помню, в какую сторону и оттуда будет сужен. Это мама гадала, не я, а мама гадала. Выполнились некоторые события, которые личного плана. С 13 на 14 перебрасываешь валенок через крышу какого-нибудь здания и говоришь суженый, ряженый, приди ко мне на ряженый. Пришел? Ну естественно, коль 20 лет прожили. Свечку жгли, поджигали, капали это и что у нас там появлялось, начинали это разгадывать. Ну а там уже шутки, прибаутки. Суженый, ряженый появился? Конечно, конечно, ребята, повезло, все появилось. Но правда я не помню, действительно ли это было предсказанием из какого-то прошлого, да, из школьного. Но сегодня, конечно, суженый, ряженый, все есть. Зимой большинство женщин мечтают укутаться в новые шубки. Если заветного подарка под бой курантов или на Рождество под елочкой не оказалось, есть надежда на старый Новый год. Но наш сюжет не о моде или мехах, а про одну сурийскую девушку, которая не захотела ждать. Сама себе сшила шубку из редкой бело-черной шкуры щенков. На месте преступления с ней пообщалась наша съемочная группа. Да и только праздничный повод и скромная искусница Нюра Чурсаева изменится до неузнаваемости. Так Нюра захватывала корабли, превращалась в воина в матроски, заставляла окаменеть от образа медузы-горгоны. В год собаки девушка и вовсе остервенела и помешалась на мехах. В деяниях своих сознается. Я кошатница до мозга костей и не очень люблю собак. Поэтому мне было сложно подобрать персонажа, который связан с собаками, но при этом сам не собака и как-то само собой пришел на ум образ Круэллы. Мастерица перевоплощений ночами целую неделю строчила шубу для бунтарки Круэллы Дивиль. В мультике у нее, конечно, манто было из какого-то белого меха. Но я решила пойти дальше и осуществить ее мечту, сделать сразу из долматинцев, из двух с половиной метров долматинцев. Основная сложность Грима в том, что этот персонаж мультяшный. И, соответственно, у него очень гипертрофированные черты лица, огромные зеленые веки, которые приходилось рисовать долго и мучительно. Нюра сшила фирменный парик, где волосы с одной стороны черные, с другой белые. Под ним косплеерша спрятала свой метровый хвост, подчеркнула угловатое лицо, вздернула нос, толстым слоем тонального крема закрасила свои брови. Персонаж очень вредный, и привычки у него есть некоторые вредные, но следовать ее образу до конца я не стала, потому что я за здоровый образ жизни против курения, потому что сигареты у меня не настоящие. Так что при создании бледной от злости мультгероини Стервеллы ни один настоящий щенок не пострадал. Пересчитали всех долматинцев близлежащего района Ульяна Жаула, Игорь Антонов, Телемикс. Движение вверх – самый кассовый фильм новогодних каникул. Картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года. Кино пользуется успехом и у уссурийцев, однако мнения зрителей разошлись. И мы жили этой игрой. Движение вверх. Три секунды! Движение вверх – фильм про самые длинные три секунды в истории баскетбола. Олимпиада 1972 года. Мюнхен. Финал между сборными США и СССР. Последний момент игры. Советские спортсмены ввели 49-48. Но за три секунды до конца матча нарушили правила. Американец забросил два штрафных и вывел команду вперед. Главный тренер сборной СССР Владимир Кондрашин взял тайм-аут, но время забыли остановить. Отмотали. Вот мяча. Но судья завел таймер неправильно. Три секунды вновь вернули на табло. Мяч в игру ждет Иван Гидешко. Три секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч победом. Та победа до сих пор вызывает у наших соотечественников только радость. Но фильм вызвал разные чувства и мнения у зрителей. Многими моментами в снятом кино оказался недоволен спортивный болельщик и зритель Анатолий Захарчук. Технически фильм понравился Анатолию, но некоторые моменты не отпускают после просмотра картины. Начнем с того, что капитана той сборной Паулаускаса, Модестаса, показали как антисоветчика, а он был комсоргом еще к тому же, показали как антисоветчика, который хочет быть перебежчиком. Капитаном сделали вообще Сергея Белова. Вторая ситуация, это рассказали историю про маленького сына Кондрашина. На самом деле Кондрашину сыну было 18 лет. Он до сих пор живет, здравствует. У него детский церебральный паралич и никаких возможностей вылезти у него не было. Это пробовали сделать и зачем вообще эту историю внесли, я не понимаю. В фильме ради художественного замысла некоторые факты, как это часто бывает, изменили, опустили или добавили новые. А броски, которых в то время в баскетболе не было, добавили для зрелищности и эффектов. Так считает Константин Белей. С данным видом спорта мужчина давно на «ты». И уверен, средние броски, которые были в той встрече 72-го, скучные для непосвященного зрителя. Поэтому были показаны эффектные броски. Как, например, слэм-данки, которые стали активно использовать лишь в 2000 году. Мне фильм понравился. Несмотря на несостыковки, которые видят люди, близкие к баскетболу, что в 72-м году бросали сверху, из-под ноги, тогда, конечно, такого не было. Но это художественный вымысел, и от этого фильм не стал хуже, а только лучше. И смысл фильма, наверное, в том, чтобы дети потом, которые посмотрят этот фильм, пошли, сказали, мама, папа, я хочу играть в баскетбол. Такая классная игра. В одном зрители фильма сошлись. Прекрасно, что российский кинематограф снимает много картин о спорте и великих спортсменах нашей страны. Это такие фильмы, как «Легенда номер 17», «Чемпионы». А в феврале выйдет картина «Лед» про тяжелую судьбу фигуристки и «Тренер», премьера которого состоится в апреле, в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс. Вот так прожили мы эту неделю. Обо всем самом важном и занимательном мы постарались рассказать в выпусках новостей. Для следующей программы «Итоги недели» корреспонденты Телемикса вновь соберут для вас самые интересные и знаковые новости. В студии работала Екатерина Рехтина. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова